Добрый день, уважаемые друзья! У микрофона Латгальской студии Марина Титаренко. Мы продолжаем цикл программ «Латгалья на рубеже культур», в рамках которого вместе с нашими собеседниками обсуждаем возможности реализации творческих идей и талантов, сохранения культурных традиций в Латгальском регионе. Гости Латгальской студии Елена Бурова. Многогранный творческий человек, талантливый деятель культуры из Резыкны. Она руководит двумя русскими фольклорными коллективами – хором сеньоров «Ивушки» и юношеским ансамблем «Здравенка». Является учителем музыки в Резыкненской шестой основной школе и регентом церковного хора Резыкненского храма святителя Николая. Всю свою жизнь Елена посвятила музыке и народной песне, и обладая красивым, звонким тембром голоса, и сейчас поет в вокальном ансамбле «Гармония» и вместе с сыном в церковном хоре. Поэтому выбор места нашей встречи был не случайен. Это Резыкненский православный культурно-образовательный центр, где непосредственно проходят репетиции хора «Ивушки» и ансамбля «Здравенка». Это место, где дети и взрослые посещают воскресную школу, изучают христианскую культуру и развивают свои таланты. В центре занимаются певчие, а также проводятся репетиции коллективов самодеятельности, которыми руководит Елена Бурова. Атмосфера здесь особенная и благоприятная. На стенах иконы и картины на библейские сюжеты. В одном из помещений расположена иконописная мастерская. Действует большая приходская библиотека, собранная прихожанами. Есть здесь и швейная мастерская для пошива облачений для храма. В стенах этого здания ощущается спокойствие и гармония. Поговорим с Еленой Буровой о музыкальном творчестве, русской народной песне и о том, как сохранить национальные традиции и культуру. Выясним, не пришлось ли русским творческим коллективам Латгалии уйти, так сказать, в тень из-за возникшего у многих отчуждения ко всему русскому, что вызвано военными агрессивными действиями России и Украины. Субтитры создавал DimaTorzok Матушка 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 А, старообрядцы. Старообрядцы, все, да. Но вот меня так вот занесло в православие, потому что у меня муж был православный, детей покрестили тоже в православие, да. Меня пригласили петь в храме. И я уже пою больше, думаю, 20 лет. Да, да, может каких-то под 25 уже близко к тому. Честно говоря, я не помню, в каком году я пришла. Сначала просто пела, а потом уже через, да уже, наверное, больше 10 лет я регент. Что это дает? Вот в духовном плане, наверное, когда вокруг иконы, проходит эта служба, общее единение в молитве, в хвале Господу, и звучит многоголосие в песне, в этой молитве, мне кажется, что-то должно происходить и в душе, и в голове. Вот что-то такое особое. Вот опять-таки вернусь в годы консерватории, когда я училась в Риге, я все время ходила в один храм Александра Невского. Это на Бриве Басулице, он такой круглый храм, с одной женщиной знакомой, она была очень верующей, и она меня туда водила, и мы с ней ходили. И я думаю, боже мой, какая же красота, как же они красиво поют. Было 19 лет, и вот с того момента это так, в общем-то, запало, что мне захотелось тоже там петь. Трудно вот сказать, наверное, выразить словами, это вот внутреннее состояние, когда есть мир в сердце, да, вот это, конечно, дорогого стоит. Спокойствие, умиротворенность такая. Еще какое-то, наверное, отчуждение от суеты вот этой. Елена рассказала, что очень рада, что вместе с ней в церковном хоре поет сын, и он тоже является регентом церковного хора, только в Розыгненском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. Я хочу процитировать одну выдержку, которая меня так вот зацепила, из вашего интервью. Вы сказали так. Обидно, что русские дети не знают свое народное творчество, не понимают и не любят русскую народную песню, в отличие от латышей. Латыши чтят свою культуру, гордятся ею и не стесняются носить национальную одежду по празднику. Да. Вот на эту тему хотелось бы немножко поговорить. В чем причина? Почему так? Ну, видите, сейчас вот особенно последнее время, да, не хотят слышать русский язык. Хотя, вот я могу сказать, вот на этом празднике песни я нигде не слышала каких-то упреков в свой адрес, да. Пять лет назад, я помню, мне даже толкнули, что я была в национальном русском костюме, когда мы уже прошли шествие. Ну, всякие виды люди есть, да. В этот раз все было гладко, тихо, спокойно, все приветливые. В Эрмана парке, женщина, которая все время там руководила, кто заходит, кто выходит на сцену, все это, она вот настолько была такая вот жизнерадостная и неважно какой-то национальности. Да, дружелюбие такое ощущалось, да. Вот это вот дружелюбие, но оно просто вот даже изнутри шло. Я не знаю, что там будет. Русский язык всем мешает жить, наверное. Не хочу никого ни судить, ни говорить, но как есть, так есть. Но мы-то в чем виноваты? Люди, рожденные в Латвии, которые живут здесь, извините, мои прадеды здесь были, родились, да. Может, когда-то в 16 веке кто-то бежал из России, да, когда там на старобрядцев было гонение и все такое прочее. Вот, они пришли сюда и поселились. Это моя родина. То, что действительно, вот люди, которые живут, латыши в Латвии, они чтят свою культуру, все мы это все изучаем, да. Я помню, я в училище училась, я там 100 песен знала народных, латышских народных песен. У нас там и экзамены были, да. Вот, и мне это нравилось, и мне нравится, и мне нравится эта культура. Я люблю вот смотреть на эти народные костюмы, какие они все разные. И всегда я вот переживала по тому поводу, что я же не знаю, какой у нас здесь костюм русский в Латвии, да. Но, вот знаете как, вот, наверное, по Божьему промыслу все идет своим чередом. Я встречаю вот искусствоведа, которая приехала сюда из Санкт-Петербурга, вышла замуж здесь, да, и дочка ее поет у меня в ансамбле. И она мне это рассказывает все. А вот здесь так, а вот такие костюмы, а вот так они шились. На данном этапе, говорю так, друзья, давайте-ка будем шить себе каждый сам бусы из тряпочек, как это делалось раньше. Сейчас спасибо интернету, можно увидеть многое чего, да. Настолько ценю народное творчество, да. Нам надо было ехать в Лугу в свое время. И когда мы показали наши костюмы, там испугались и говорят, а где же ваши пояса? Как же можно без пояса? Пояс-то нужен? Я говорю, ну хоть скрутите. Так я пошла в Доме культуры, у нас же есть там ткацкие станки. Я говорю, ну-ка покажите, ну-ка научите. Я наткала всем поясов, не только нашему коллективу, нашим мужчинам, в Ивушках всей гармонии наделала этих поясов. И потом я купила бердо. Самое, вот не надо большой станок, а вот в виде такой, как расческа с дырочками. И я, у меня теперь даже два есть бердо. И я, надо мне, я не могу сидеть без дела, если у меня что-то вот в дороге, в поездке в этом году, мне как-то так, два проекта польских было, Erasmus. Я сидела или вяжу, или шью пуговицы, не пуговицы, а бусы. Если я еду там в реабилитационный центр, у меня даже последний раз была швейная машина с собой. Вот это да. Или я тряпочки вырезаю, я еще и шью лоскутное одеяло, да, или есть нитки, я делаю пояса, то есть все время в какой-то, в творческом процессе. КАК И ТАМ МОСТУДА МОСТОЧИК УДА, ПЕСНЯ В завершении той начатой темы мне хотелось бы все-таки тоже спросить, ввиду того, что с военными действиями на Украине сейчас отношение и к Российской Федерации, и к русскому языку плохое, да, и в частности вот это чувствуется, конечно же, наверное, это и к русскому языку и культуре, но ощущаете ли эти изменения по отношению к творчеству ваших коллективов, исполняющих русские народные песни? Изменился ли ваш репертуар? Включены ли в него песни на латышском, латгарском языке? И может быть меньше приглашений выступлений? Ну, как эта ситуация сложная, военная, отразилась на деятельности коллективов русской песни, русской культуры? Мы не можем поехать в Россию, да, на конкурсы, на фестивали, это, конечно, это неприятно. А с другой стороны, знаете, вот, конечно, мы живем в Латвии, и мы и с Ивушками, и со Здравенкой, мы стали больше брать уже в репертуаре, у нас и латышские, и латгальские песни, вот. Это только обогащает. Да, да, и знаете, пока нас не закрыли, мы рады и этому, что мы можем существовать. И насчет концертов, мне уже два звонка было, 19 августа нас в Дагуфпелс пригласили, да, на Яблочный Спас. В прошлом году вы организовали в Резекне фестиваль с одноименным названием вашего хора «Ивушки», на который собрались все коллективы в Латвии одноименные, которые носят название «Ивушки». Расскажите вот об этом. В Латвии вообще семь коллективов «Ивушки». Из Риги прекрасный хореографический коллектив «Ивушка». Это дети, там несколько разных групп по возрастной категории, да. Малинова «Ивушки», Дагда «Ивушки», Жигори, Резекне, Олайне. Прекрасный коллектив. А что-то я забыла седьмой. Кого-то я пропустила. Караслава, вот. И мы были третьи. Сначала было в Жигорях, потом было в Дагде фестиваль, и наш был третий. В этом году уже состоялся четвертый фестиваль в Олайне. 10 июня мы ездили, где прошел этот фестиваль, и где сказали, что теперь будем ездить мы все в Олайне каждый год. Там решили, что они будут в одном месте и вот таким образом. Традиционно. Традиционно, да. Мне очень понравился фестиваль в Жигорях. Нас прекрасно встретили. Была экскурсия. Были дегустации чаев различных, меда, борщ. Все вот как в русской традиции, да. Были мастер-классы по варенью мыла, по бересте, как сделать бусы. У нас тоже были мастер-классы по прянику и раскрашиванию пряника. Мастер-классы были по куклам. И завершая наш разговор, ваш совет. Что нужно предпринять, чтобы песня оставалась человеком, чтобы тяга и интерес к народному творчеству, к народной песне, к русской культуре не ослабевал. Чтобы была бы эта преемственность поколений и чтобы не теряли бы эти корни, стоки. Про корни как раз и хочу сказать, да, что дерево, если нет корня, оно не будет расти, да. И поэтому каждый, имея свою национальность, должен сохранять эти традиции, изучать их и чтить. Потому что если ты русский человек или украинец, неважно кто, белорус, еврей, да, каждый, у каждого свой менталитет. И сохранение своих корней – это очень важно. Вот, поэтому, конечно, нельзя наплевательски относиться к своим традициям. Даже если вот в тяжелые времена, если ты русский человек, то оставайся им русским, да. Ты должен знать латышский язык, ты должен чтить традиции, культуру. Нам было замечательно на празднике песни. Все было здорово. Все было красиво. Я уже последний, заключительный концерт, который проходил в Межо-парке, сидела до ночи, смотрела по телевизору и радовалась, потому что это действительно здорово. Это гордость. Спасибо вам, Елена, за интервью. Успехов во всем. Напомню, что гости Латгальской студии музыкальный руководитель Елена Бурова из Резыкны. Латгалья на рубеже культур На этом Латгальская студия прощается с вами до следующего четверга. Над передачей работала Марина Титаренко. Слушайте нас каждый четверг сразу после 11-ти часовых новостей. Повтор программы звучит в ночь на пятницу в час 30 и в субботу в 14.05. Также в любое удобное для вас время доступен архив всех передач Латгальской студии на сайте Латвийского радио 4. Также нас можно найти в мобильном приложении Латвийского радио и на самых популярных подкастинговых платформах. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире на Латвийском радио 4. Латвийском радио 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова